Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Выбрав раба, щелкните правой кнопкой мыши на золотом руднике. Получив приказ добывать золото, раб начнет курсировать между золотым рудником и ближайшим домом вождей. Вот еще несколько рабов. Чтобы ускорить добычу золота, отправьте их на тот же рудник. Нужно золото! Запас вашего золота отображается в правой верхней части экрана. Этот запас растет по мере того, как рабы перетаскивают добытое золото в дом вождей. Покупка занимает некоторое время. Выбрав дом вождей, в середине нижней части экрана вы увидите индикатор, показывающий, сколько времени осталось до появления раба. Вы только что указали сборный пункт, в который будут следовать все воины, нанятые в этом здании. Чтобы указать сборный пункт, выберите здание, в котором можно нанимать войска, и щелкните правой кнопкой мыши в нужном месте карты. Нужно золото! Племя растет, и вам нужно построить еще одно логово орков. Логово обеспечит вашу армию едой, благодаря чему вы сможете нанять большее количество бойцов. Щелкните на кнопки «Построить» в правом нижнем углу экрана. Обратите внимание, на панели приказов появились новые кнопки. Они соответствуют различным типам зданий, которые вы можете построить в данный момент. Чтобы построить логово орков, щелкните на соответствующей кнопке. Теперь укажите курсором на то место, где вы хотите возвести эту постройку. Определившись с выбором места, щелкните левой кнопкой мыши, чтобы начать строительство. Как-то все долго. Мне кажется. Теперь, когда казарма построена, вы можете нанять нескольких бугаев для пополнения своей армии. Выберите казармы. Щелкните на кнопки «Бугаев» в правом нижнем углу экрана. О, как раз его-то хватает. Продолжайте нанимать бугаев, пока задание игры не будет выполнено. Нужно золото. О, музончик подрубился. Найс. Лесопилка также позволяет проводить различные усовершенствования. Выберите ее. Ща выберем. В правом нижнем углу экрана появились кнопки. Ну там улучшения, я и так понимаю. Я не совсем тупой. Я же хотел ударить его этим. О. Дело сделано. Не, эти ребята слишком сильные. Я их не осилю. Теперь логово готово. И строившему его рабу можно дать новое задание. Надо быстрее, бугаев, пожалуйста. Исследование завершено. Оп. Третий. Заказан. Второй отправился. К своей команде. А вот арбуре. Могли бы его здесь не строить. Смысл от него? Четвертого закажем. Сразу вот сюда. Надо еще, наверное, логово построить. Исследование завершено. И пятого сейчас призовем. Бугая. Бугага. Нас атакуют. А, черт, они проснулись. Внезапно. Пошли. Да, вот этого давай добьем. А потом большого. Вообще, я бы ночью их окружить хотел-то победить. Но, видимо, нет. Опа, пятый. Дело сделано. Орки, вы нарушаете приказ Альянса. Мы уже взяли в плен одного из ваших командиров. Если вы сдадитесь сейчас, мы сохраним вам жизнь. Вождь, они говорят, что захватили в плен одного из наших. Может быть, это гром? Надеюсь, что нет. Но если они подняли руку на затиру... Локтар Угар. Вперед, воины. Прогоним людей. На наш город напали. Что творят, беспредельщики? Сейчас разберемся. Все, пошла война, войнушка. Жалкие людишки уничтожены. Гром должен быть на другом берегу реки. Переведите отряд Трала через мост и начните поиски. Одно из наших зданий было повреждено в бою. Чтобы отремонтировать его, выберите руку и щелкните сначала на кнопке «Ремонтировать», а затем на поврежденном здании. Трала уже другой фигачит. Другой тавер. Пигнали. Где эти людишки? Жалкие. Впереди. Так, забыли бугая одного. Забираем бугая. Еще одного забираем. Так, ну этот починит потихонечку. Странно, что просто вышки, ну типа не стреляющие. Так, видите, этот бейте, разве тут не можете. Супер чудеса микроконтроля. Дьек, и теперь ворота. Так, тут все он построил. Пойдем с нами, работяга. Где жители вообще? Тут только солдаты. Столько домов, фонтаны, цветы, клумбы. Моя жизнь принадлежит орде. А вот там водичка. Че-то мы нифига никого не освободили. Тут вот какая-то клетка была. Куда дальше-то? Так, там скалы. А вот. О, отсюда вылез. Шаман. Очищение. Нормально. Если в одном отряде есть несколько магов, может возникнуть необходимость быстро переключаться между ними, чтобы использовать заклинания каждого. И для этого вовсе не обязательно выбирать каждого из них по отдельности. Обратите внимание, выбранным воинам соответствуют маленькие портреты в середине нижней части экрана. Один из портретов выделен в желтый раунд. Переключаться между панелями приказов выбранных воинов можно с помощью клавиши ТАП или щелкая левой кнопкой мыши на соответствующих портретах. Тупо микрю. Изи. Армия так разрослась, что на ее содержание будет расходоваться часть ваших ресурсов. Вождь, мы нашли Грома. Но место, где его держат, окружено стражевыми башнями. Так уничтожьте им. Нужно освободить задиру. Эй, он не дал мне построить. Скотина. А че, если не дали построить, то рабочий погибает? Вот я обосрался, короче. Ну ладно. Вот так, наверное, здесь будет задира как раз. Пром, ты в порядке? В полном, братишка. Плыви на запад, к берегам Калимдора. Там ты найдешь свою судьбу. Там обретет спасение твой народ.